Музыка Во времена тотального дефицита, когда продукты доставали по случаю, никто не задумывался об ассортименте, конкурентной борьбе и программах лояльности для покупателей. Сегодня посетители магазинов испытывают острый недостаток денег, поэтому, отдавая предпочтение тому и иному бренду, мы беспокоимся о подлинности продукта. Гарантировать правильный выбор может голографическая защита. Если мы маркируем голографической наклейкой или фольгой горячего тиснения некий товар, то предполагается, что подделать его сложно и затраты на подделку будут сравнимы с затратами на изготовление товара. Тем самым, нанося такую метку, мы защищаем от подделок товар. Бытовая химия, книги и диски, косметика и парфюмерия, алкогольные напитки и даже продукты питания. Многие из нас и не подозревают, что каждый день, совершая покупки, они используют достижение голографии. Применение голографической защиты, как вы понимаете, условия необязательные. Это скорее добровольное желание производителя подтвердить качество своей продукции. Голограмма – знак, при помощи которого мы, покупатели, можем отличить оригинал от подделки. Если продукты похожи, пожалуй, что все-таки стоило бы остановиться на продукции с голограммом. Мне кажется, что все-таки производитель, который позаботился о хотя бы о некоторой защите своего продукта, все-таки больше отвечает за его качество. Заказать голографическую защиту для своей продукции может любая компания. Эта услуга доступна как мелкому бизнесу, так и крупным корпорациям. Голограммы круглые, прямоугольные, квадратные. В принципе, любой конфигурации. И звездочка есть, восьмигранные, пятигранные. Да любой можно сделать. Как заказчик пожелает, так и наш концерт может так сделать. Облик будущей голограммы сначала рождается в фантазиях дизайнера. Затем технологи фаршируют красивую картинку секретными кодами, символами, микротекстами, скрытыми наноизображениями высотой всего в один микрон и прочими тайными знаками. После работы дизайнера макет попадает в оптическую лабораторию, где голограмма раскладывается на элементы, каждый, например, на такой фотопластине. Миш, прошу вас. Ну а потом начинается настоящее волшебство. В данном случае источник света один. Это лазер с рабочей длиной волны в синей области. Голограмма сама по себе – это всегда, в любом случае, так называемая дифракционная решетка. То есть некая последовательность линий очень тонких, на которых свет претерпевает дифракцию. То есть раскладывается, и при наблюдении глаза мы видим, в данном случае, радужное изображение. Для непосвященного человека даже эти объяснения специалисты звучат как китайская грамота. Похоже, утверждение о том, что подделка голографической защиты дела хлопотное – не просто слова. Для голограмм вообще используется специальный материал. Название «фольга» – это условное название. На самом деле это, как правило, лавсановая пленка, покрытая различными слоями и металлизированная сверху тонким слоем алюминия. Вот эти слои, которые находятся между алюминием и пленкой, обеспечивают необходимые нам свойства. Практики голографической защиты товаров от подделок уже несколько десятков лет. Мировыми лидерами в этой отрасли являются Соединенные Штаты, Канада, Англия. Впрочем, в некоторых странах пошли еще дальше. Голографическую защиту разместили на национальной валюте. Лучше всего предохраняются от подделки деньги, которыми пользуются граждане Евросоюза. На евро хорошая голограмма, сложная. На ее создание были потрачены немалые средства. Построены специальные заводы для ее изготовления. В Европе их два или три, насколько я знаю. Но это хорошего уровня защитная голограмма. Как профессионала в этой области, я бы сказал, что самая серьезная и известная голограмма – это голограмма, которая используется на евро и на визах Евросоюза. Эти голограммы, на мой взгляд, сейчас имеют один из максимальных уровней защиты и наиболее сложные в изготовлении. Если постараться, можно отыскать немало сфер, где мы сталкиваемся с голограммами. А вот что такое голография, объяснить может далеко не каждый. Об этой науке заговорили в середине прошлого века. Термин, равно как и метод, ввел английский ученый Денис Габбер. Голограмма – это полное трехмерное изображение предмета, созданное при помощи лазера. Разначальником отечественной голографии был Юрий Денисюк. В Советском Союзе голография появилась, можно сказать, в 62-го года. И началась она с работ Юрия Николаевича Денисюка. Это были работы, связанные с улучшением липинской фотографии. И, в общем-то, это были первые работы по голографии. В городе Фрязино она появилась благодаря научному руководителю НИПЛОТА, Валияну Лондоневичу Герусу, который понимал, что с помощью голографии можно... что голография имеет большое будущее, как для объемного телевидения, и так для улучшения разрешающей способности электронной микроскопии. Научные разработки в области голографии практически параллельно велись сразу в нескольких странах, в том числе и в Советском Союзе. Но, увы, самая престижная награда по физике, Нобелевская премия, в 1971 году отправилась в Англию. Ее получил Денис Даббер. А сегодня изготовить простейшую голограмму может и обычный школьник. Кроме желания, нужен лазер, действительно, как вы правильно говорите. И фотопластинки. Ну, фотоматериал с высоким разрешением. Фотоматериалы, вот как оказалось, да, и этим можно гордиться, они делаются в России самые лучшие. На заводе «Славич» в Переославле, Залезск. Вот, их можно купить. Они, правда, подороже обычных фотоматериалов. Но вполне доступны даже для школьников сейчас, если он серьезно хочет записать голограмму. Защитная функция – основная форма применения голографии в повседневной жизни. Но есть у этой чудо науки и скрытые резервы. Голограмма может быть сувениром, копией книги, скульптуры и даже иконы. Официальная церковь голографические эксперименты не порицает, но при этом уточняет, что самое ценное в голографических копиях – полное и точное изображение предметов церковного культа. Церковь относится положительно как к самому явлению, как к достижению науки и техники и как к передаче информации того или иного объекта. Действительно, это не икона, которая может располагаться в храме, и это не икона, которой можно молиться дома. Это остается, конечно, та фотография, которая передает образ иконы на стекле. Безусловно, молиться на голографическую копию иконы не стоит. Но голограммы предметов церковного культа, картин, скульптур можно использовать в качестве иллюстраций в книгах. Допустим, вы садитесь за соответствующим образом освещенный стол, раскрываете учебник, и перед вами объемная картинка. По такой хрестоматии неплохо было бы изучать литературу, живопись, архитектуру, историю и многие другие предметы. Правда, пока еще такие учебники – всего лишь плод моего воображения. Сегодня можно сделать лишь штучные голографические копии. Изготовление художественной голограммы для обычного посетителя мало чем отличается от визита в фотостудию. Нужно красиво одеться, занять место на табурете и сделать чиз. Разве что освещать вас будут не лампами накаливания, а лазером. Да, и вот еще что. Если фотостудия-отелье есть на каждом шагу, то сделать художественную голограмму в России можно только в одном месте. Запись порядка 30 минут. Надо посмотреть, как он освещен, как он выглядит. И запись непосредственно происходит импульсом лазером очень короткой выдержкой, порядка 20 наносекунд. В первый день пишется мастер голограмма непосредственно с клиента. Пусть еще идет обработка. Сперва эта голограмма проявляется, то есть идет химообработка. А на следующий день эта голограмма копируется в специальной схеме и оформляется. Сразу на руки вы голограмму не получите. Мастеру понадобится два дня, чтобы поколдовать над вашим изображением. Я же свой срок ожидания уже отработала. И мне не терпится узнать, как я выгляжу в трехмерном изображении. Сергей Петрович, здравствуйте. Голограмма получилась очень хорошо. Мы можем ее сейчас посмотреть. Получилось? Да, получилось. Помучились вы здесь, Сергей Петрович? Ну, не очень, но я старался. Старались. Вот, посмотрите на свой портрет в объемном изображении. Ух ты! Да, здесь получилось все хорошо. И по качеству техническому, и по качеству художественному вы здесь получились великолепны. Вы не часто держите в руках объемный портрет. Вы знаете, я вообще первый раз это делала. И это вообще первый и, наверное, единственный мой объемный портрет. Конечно, это несколько необычно, но за такими портретами, я думаю, будет будущее. Представьте, что вам, как и мне, подарили голограмму. Для того, чтобы ее рассмотреть, нужен источник света. Годится луч солнца или обычные лампы. Голограмма требует специального освещения. И чем больше голограмма по размеру и по объему, тем более больше требований к освещению. Обычно голограмма такого размера рекомендуется освещать галогенными лампами с расстояния около метра. Голограмма – продукт высоких оптических технологий. Любой физик вам скажет, что главное предназначение этой науки – сохранение и передача данных. Если голограмму, изготовленную на стекле, разбить, то в каждом осколке сохранится полная информация. Через любой из этих кусочков, как через отверстие в стене, можно увидеть предмет целиком. Объем данных, записанных на голограмме, неизмеримо больше, чем на обычной фотографии. Кроме того, голограмма способна без искажений хранить доверенную ей информацию бесконечно долго. Думаю, что теперь и людям далеким от физики понятно, что голография – новый этап в освоении мира. Фотография, она уже пришла на смену фотографии. В каком плане? Значит, голография – это новая парадигма мира, то есть это новый взгляд на мир. Ее основные отличия от предыдущей парадигмы мира в том, что мир не разрывается на части, он воспринимается самоцелостным. Такая наука и такие принципы, они не возникают просто так. Они даются свыше, откуда они приходят к нам, откуда-то, для того, чтобы нам дается новый аппарат, новый механизм для осмысления мира. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok